Так, ну я чуть-чуть это подровнял, у меня там немножко запись сбилась, поэтому, ну как бы, то есть я подровнял это вот таким образом. Ну тут понятное дело, что можно дальше немножечко это все еще подтянуть, то есть попробовать. Ну-ка, вот эту часть, ну она здесь вот прям как раз на том месте, где нужно, только почему-то вот эту часть можно подтянуть, вот наверное, как бы она должна быть где-то вот так, но я подтяну ее вот так, пускай будет вот таким образом. То есть, ну более-менее к форме какой-то приблизится, той, которая здесь вот есть. Теперь получается такой вот вариант, что делать с поверхностями, которые, то есть выбрать вот этот, можно вот так сделать, да? То есть у нас получилось три поверхности пока что есть. Не знаю, хорошие они или нехорошие, ну по крайней мере я постарался их там привести более-менее в норму. И дальше получается такой вариант. То есть я поверхности выберу, возьму и скрою invisible, да? Сделаю кривую вот эту. Вообще все, которые здесь есть, перенесу вот сюда. Она у нас как ограничитель работает. И перейду вот в этот вид. То есть сделаем где-то 0,5 прозрачность. То есть меня интересует вот этот момент, вот этот момент. Я попробую сделать вот так. То есть там секции я делать не хочу. Я сделаю вот так, раз, вот эту часть. Сделаю следующую. Где-то вот так. Ну чем больше, тем лучше. Соответственно возьму вот эту кривую. Сделаю копию вставить. Ну то есть Ctrl-C, Ctrl-V. Вот так. Возьму вот эту. Скопирую, вставлю и сделаю Move. То есть только единственное, вот тут. Нужно взять CV-шки вот так, да? И сделать Move. То есть вот тут. Вот так. И сделать CV-шки, взять, поставить их чуть повыше. Вот так. И попробую сделать проект. Коллекцию вот этого всего на Mesh. Вот у меня получилась вот такая штука. Но как бы я несколько раз так пробовал. Поэтому тут попробую еще разок. То есть опять же. Нам здесь не все нужно. Вот это удалю. Вот эти кривые перенесу в темп. Так. А вот эти вот как раз с ними можно работать. Вот это можно залочить пока что. И соответственно Fit Curve. Ну четвертая степень это многовато. То есть вторая. Ну 0.05 меня вообще устраивает вполне. То есть там 0.1. Вот тут 0.2. И вот тут 0.1. Ну там в пределах 0.1-0.3. То есть сделать вот так. Только выключить вот эту часть. То есть вот она. Попробовать сделать Line. Единственное здесь сразу лучше кривые, которые Mesh, выделить, удалить. Ну либо переместить вот сюда. Вот так. Вот это выделить. Соответственно удалить историю построения. Вот таким образом. Вот. И попробовать сделать сначала Align. то есть вот это сюда. Вот это вот сюда. Вот это сюда. И соответственно вот это вот сюда. Ну то есть как бы чтобы уже быть уверенным на 100% что у нас там все хорошо. И попробовать сделать Surface Creation. То есть вот так. Вот так. И вот так. Посмотреть что у нас получилось. Вот у нас получилась поверхность. Вот такая. То есть мы ее посмотрим. Она у нас получается должна быть 2 на 2. Вот мы. Только единственное конечно желательно вот так сказать. Мы ее посмотрим вот тут. То есть еще разок. Вот это все выделим. Соответственно выделим поверхность. Выделим вот эту. Вот она. Поскольку она 2 на 2. Вот. Я здесь Mesh уберу. И попробуем ее немножечко. То есть она даже 3 на 3 получилась. Но не хочется ее делать 3 на 3. Ну-ка. Можно пока она там еще скажем в сознании сказать explicit control 2 на 2. Вот так скорее всего. Ну вот она там 2 на 2. Ну-ка. И попробовать чуть-чуть поуправлять. Историю только опять же кривую я выделю. Скрою. Вот так, да. И попробую это все. На вот этом варианте по аркам лучше всего ориентироваться. Ну то есть как бы. То есть вот тут. У нас там запаса хватит. То есть там у нас было 0.1.0.3 отклонения. Поэтому у нас запаса должно наверное хватить. Для того чтобы мы вписались в тот же самый миллиметр. То есть я вот тут вот это все сделаю. Вот. И арки они. Арки чем хороши тем и тем что мы можем спокойно расширяться. Да. Теперь попробую сделать Object Edit Extend. Ну-ка. Merge. То есть мне нужно допродлить это. вот как-то сюда. Вот так, да. Соответственно вот это начать продлять вот сюда. Вот так. Вот это начать продлять вот сюда. Вот таким образом. Ну и соответственно нижнюю часть продлить вот туда куда-то так. То есть вот какая она у меня получается. Вот такая, да. И теперь ее конечно надо поднять по степени. То есть я сначала сделал вторую степень. но тут еще как вариант я бы конечно чуть-чуть бы еще вывел вот так посмотрел бы ну вот тут конечно вот эта часть не сильно хорошая вот то есть вот что творится с этой штукой не очень хорошо да то есть можно попробовать посмотреть ну-ка выделить ее соответственно поставить что поставить хал поставить вот взять его ну-ка ну только по слайду вот поставить скорее всего поменьше вот здесь чувствительность сказать давай-ка мы тебя будем теперь править то есть править будем тебя можно точку поставить посредине то есть до какого как сориентироваться до какого момента вести то есть вот одна . да и соответственно вторую поставить у нас здесь вот почему-то ну-ка а ну да тут получается ладно посмотрим дальше что за этого будет что из этого получится ну-ка на вот этом виде но я правда точке уже конечно ушел то есть попробуем сделать так ну best fit наверное попытаться хотя не хочет на ну и бейс туда то есть вот так и вот так то есть пока что подравняться опять же взять вот эту часть чуть-чуть ее подвинуть включить вот эту ну и соответственно ее подровнять как-то более менее параллельно то есть не должны быть ну как-то наверное вот так вот и смотреть то есть она вот там внизу заворачивается ну-ка но опять же нам все равно придется добавлять степень потому что 2 здесь мало 2 здесь как бы для старта вот она уже начала но вот у меня сильно сильно уходит да ну попробуем теперь сказать себе то есть мне вот эту сивишку хотелось бы по нормали потолкать вот до вот этого состояния а вот эту сивишку по нормали привести приблизительно вот сюда то есть вот эту тянуть вот так то есть еще чуть-чуть вот этой штукой по управлять то есть привести ее вот это место а вот эту вернуть она тут вполне нормально возвращается то есть как бы так вот эту мы потянем где-то ну тут как бы опять желательно смотреть то есть я ее еще продлил вот тут чуть-чуть вот так чтобы она вот в это место приходила ну и дальше соответственно посмотрю пока что вот таким образом то есть ну пускай будет так теперь добавить степень то есть взять этот объект добавить 3 на 3 вот тогда попробовать поставить 3 на 3 вот и теперь на 3 на 3 порулить но чуть-чуть получше наверное то есть конечно больше всего вот эта возня с точками опять же зависимости как мы хотим это делать то есть либо мы хотим приближаться либо мы не хотим приближаться к чему-то там более-менее адекватному да поэтому тут мы движемся только вот из этих рассуждений то есть вот эту хотелось бы чуть-чуть подвинуть и вот эту тоже чуть-чуть подвинуть а вот эту поднять и вот эту поднять попробуйте можно даже поднять вот эту то есть я вот так сделаю вот это опущу чуть-чуть и вот это опущу чуть-чуть то есть вот тут скорее всего вот так но вот эту чуть-чуть назад ну то есть вот тут вернусь сюда вот это вот это вот так ну то есть как бы манипулирование здесь конечно такая вещь вот тут не хватает скорее всего степени не хватает либо то есть вот задняя часть уже вполне себе нормальная как на мой взгляд то есть ну как то вот так вот тут только на получается нужно как бы разобраться что здесь здесь ну-ка можно конечно вот так пойти попробовать ну то есть начать это все менять чуть-чуть иначе смотреть где должны они быть то есть где лучший вариант ну-ка ну то есть вот это передвижение чуть повеселей вот тут она просится прям наверх вот она просится где-то вот так то есть а вот это чуть-чуть назад ну то есть чтобы вот эта линия более-менее нормально шла вот тут она вот висит как бы на краю ну тут может быть она не сильно доходит но вот эта часть вот эта часть конечно тут можно попробовать степень добавить посмотреть по какому варианту да то есть вот тут степень добавить 4 попытаться и теперь уже вот этим но можно попробовать еще и здесь добавить то есть 4 на 4 чтобы у нас больше было возможности для маневра то есть по чуть-чуть вот это все довести до какого-то более-менее логического состояния то есть тут вот это пойдет вот так а вот это пойдет наверх то есть опять же тут такие правки вроде как и мелкие но тут на них нужно куча терпения то есть можно конечно попробовать вот эту точку чуть-чуть но я бы это не стал трогать она здесь вот как раз на здесь вот как раз вот нормальная то есть мне надо трогать только вот эти варианты и вот этот вариант мне добавлю еще степень то есть скажу давай 5 на 5 уже то есть вот так только и вот тут добавлю 5 может быть это неправильно но я пока смотрю вот так да то есть мне вот эта точка теперь получается даст возможность тут подправиться вот это пойдет назад вот это можно вперед вот это еще чуть-чуть назад вот и вот тут пойти назад ну то есть чуть-чуть это все так порулить вот это вот вниз а вот это наверх ну может быть как то вот так то есть у меня как бы понимание такое то есть вот это можно тоже чуть-чуть вниз опустить а вот это чуть-чуть приподнять ну так чтобы они там более-менее ну и ну тут может вот эту еще тронуть вот тогда будет получше ну вот так наверное скорее всего ну то есть у меня как бы вот такой момент то есть мне кажется что она вот такая да и вот тут вот тут все таки вот эту поправить и вот этой прийти вот так но на вот эту трогает точку но тут мелкие правки ну вот это должна быть как то более-менее равномернее идти там то есть можно конечно еще взять вот эту точку и повести ее вот так ну то есть какой то наверное такой вариант хотя тут вот такое ощущение что вот эту точку желательно тянуть ну ладно пускай будет вот так то есть как бы такой вариант опять же extent чуть-чуть потянуть и вот эту точку вот так вот вытянуть назад чуть-чуть а это тоже потянуть внутрь ну тут вот вот по сетке конечно это нечто то есть поверхность будет некачественная однозначно она конечно подходит вот под то что есть но она будет не сильно хорошая скорее всего то есть и тут вот эти края вот эти края вот это хотелось бы как-то более-менее по-человечески вот туда загнуть вот так да то есть и с этой поступить таким же образом то есть загнуть ее соответственно внутрь но чтобы она более-менее какую-то адекватную форму имела ну там конечно вот эти вот еще нужно загибать и вот эту да то есть чтобы чтобы форма кривой была более-менее адекватной вот и ну-ка она конечно вот сбилась вот вообще совершенно сбилась то есть вот что здесь не сильно и нравится ну ладно попробуем подравняться то есть как бы может быть это поможет то есть хотелось бы чтобы это помогло то есть я ее пока сделаю вот так вообще просто ровную да вот таким образом посмотрим как она будет выглядеть вот так ну то есть теперь получается придется ее еще разок ровнять можно попробовать у него историю построения удалить если она там есть но ее вроде как там нет ну мне кажется это избыточно вот пять на пять это можно попробовать уменьшить пять на три то есть попробовать вот так ну просто можно пробовать делать выделять несколько вот тогда подтягивать чтобы более-менее форму то есть пока поставим вот так вот тут подтянуть вот эти вот здесь подтянуть вот эти да то есть до какой-то степени ну чуть чуть повыше пускай будет вот так вот это утопить вниз вот эту поднять наверх соответственно вот эту чуть чуть вниз вот так ну и смотреть как это будет она все равно будет смещаться ну то есть как бы как бы мы тут не старались с какого вида не подойти все равно будет такой вот вариант то есть тут то есть тут но опять же потихоньку это все двигать то есть там нормально уже с той стороны я надеюсь пускай тут чуть чуть будет вот это немножко поправить вот так вот так и все равно на нее надо конечно посматривать со всех сторон как она себя ведет потому что все таки тут как бы такой интересный вариант в плане то есть вот эту нужно толкнуть сюда а вот эту нужно тоже внутрь толкнуть да ну вот то есть вот этих перегибов не должно быть я так понимаю то есть вот это вот это да должна быть ну как то более-менее по-человечески то есть то есть смотреть ее можно конечно слайд еще взять вот эту сивишку слайдом приподнять она нам даст вариант по поводу выравнивания более-менее вот этой вот части вот да то есть пробовать ее подвигать можно пробовать опускать вот эту то есть вот так это тоже придется чуть опустить ну а потом по нормали опять же тут вот эти вот вещи можно двигать вот так еще плюсом чтобы там это все ну-ка то есть и теперь получается переключиться на нормаль и вот эту часть потащить чуть-чуть ну вот как то вот так соответственно вот это тоже потащить ну и вот это взять тот же слайд потянуть вот эту и потянуть вот это ну как то более-менее пытаться сделать это аккуратно конечно тут не знаю стоит стоит ли столько времени как бы тратить на вот это да то есть на все вот эти вот подтягивания ну когда то надо конечно остановиться однозначно вот можно провести в этих вот подтягиваниях всю свою жизнь то есть желательно все таки где то наверное остановиться но я все таки попробую вот тут еще немножко подтянуть совсем чуть-чуть и вот тут но я все равно если что я ее все равно буду срезать там как бы она меня конечно по самой сетке не сильно устраивает потому что сетка такая в разнобой вот и вот эту часть опять же потянуть сюда а вот тут ну то есть такие мелкие правки можно делать наверное скорее всего вот так все на этом хватит потому что она все равно не будет такой как я ее хочу видите вот она там все равно будет не очень хорошей единственная вот тут подтяну наверное вот так сделаю более-менее потому что она там уж совсем нехорошую форму имеет ну как то наверное как то наверное вот так ну вот этот зигзаг мне вообще не нравится вот вообще совершенно как бы я конечно бы делал два на два вообще бы отходил от формы вот вообще совершенно то есть я бы делал первоначально лишь бы только сохранить вот какую-то нормальную структуру во первых поверхности во вторых чтобы она была более-менее адекватной даже там если вообще по форме не стыкуется ну то есть как бы что имеется ввиду то есть я вот это бы скрыл да достал бы вот эти кривые то есть посмотрел бы на них сначала это у нас кто то есть это не то то есть это не то соответственно вот это закрыть вернуть то есть visible да взять вот эту часть соответственно ее скрыть ну я бы все таки то есть у меня какое-то такое ощущение что вот это все таки делалось вот этот кусок делался как-то более-менее адекватно стандартно вот может даже с него и начинали так как я предыдущей части делал но мне кажется что вот тут в данном случае лучше опереться на вот такой кусок вот на такой но сделать его ну-ка даже если он отходит то есть если он отходит от первоначальной поверхности вот но он имеет более-менее адекватную форму то есть вот есть такое ощущение что если его вот так сделать вот таким образом пускай даже 3 на 3 то лучше остановиться на таком вот на вот таком варианте здесь сетка лучше то есть здесь вот реально сетка лучше да она там не попадает вот но ее по крайней мере там боковые вот эти части можно привести в норму но пускай она не попадает во-первых это не скан вообще не скан то есть я бы лучше сделал вот так то есть 3 на 3 и более-менее хорошую форму по самой сетке вот соответственно хорошая сетка хорошая поверхность единственное только ну как бы если брать сивишки то есть взять этот инструмент да соответственно по нормали я бы вот тут вот эти чуть-чуть бы прогнул конечно до вот когда они приходят вот эту точку вот здесь вот она там конечно отойдет а вот эти бы вернул может быть назад то есть ну каким то вот таким образом но оставил бы все таки скорее всего более-менее вот эту форму которая пускай там не соответствует поверхности но я бы оставил вот так почему-то у меня есть такое ощущение что вот эта форма получше повеселей по итогу будет нежели там пытаться ее подогнать вот вообще совершенно ну то есть как бы вот смысл да можно конечно отобразить вот так посмотреть это у нас большая конечно получше я наверное большую сброшу в темп вот ну не знаю там в комментариях можно написать то есть стоит так делать или не стоит наверно сделал бы вот так то есть почему-то у меня есть такое стойкое ощущение что вот эта форма вот эта именно форма она намного лучше чем та которая вот таскается вот этими сивишками и потом по итогу получается такой момент то есть вот это можно чуть-чуть подрасширить вот она там куда-то выйдет пускай вот так да опять же можно сверху расширить пускай она будет вот такая но тут вот она более-менее адекватнее выглядит единственное что здесь не сильно хорошо на мой взгляд да это вот эта часть то есть она хотелось бы чтобы она шла ровно то есть ее можно по слайду спустить вот эти части то есть взять две вот эти части по слайду то есть и спустить вот эти ну то есть попробовать спуститься вот так попробовать потянуть вот так ну то есть потихоньку и спускать вниз то есть более-менее там немножко подтянуть их под какую-то адекватную часть то есть до какого-то момента здесь конечно желательно поймать этот момент ну вот скорее всего как то вот вот может быть так но опять же она вся вот кривая косая поэтому делать не делать здесь такое то есть я вернусь до вот этого состояния то есть тут у меня вот возникает вопрос стоит ли делать так то есть тут можно конечно вот это вот отключить вот это все так сделать да то есть прийти сюда взять ее по крайней мере скопировать вот таким вот образом но она вот тут вот она выходит за пределы да то есть у нас там вот все хорошо вот тут вот все хорошо вот вот тут а вот тут не очень поэтому можно вот это взять удалить вот это и более-менее сказать давай-ка мы сделаем вот эту штуку только не по слайду а по нормали давай мы сделаем ее прямо вот туда загнем чтобы она не выходила за пределы вот этой поверхности которая рядом то есть там все равно будут бленды филеты вот но лучше сделать наверное вот так то есть как бы это она тут вот то есть ее хочется еще чуть-чуть завернуть вот эту часть то есть как то вот так понятное дело все равно надо как бы сравнивать с мыши вот то есть ее хочется подправить таким образом чтобы она там вот отходила от первоначальной поверхности и теперь когда она у нас там вот такая можно попробовать вот тут приподняться вот тут вот тут приподняться вот и сделать приблизительно можно прям сильно не подниматься так чтобы осталось там какое-то место вот тогда ну может быть чуть-чуть еще вот тут хотя бы здесь тоже не стоит сильно прям поднимать ее можно попытаться конечно вот так прийти вот может быть вот этот вариант более-менее адекватно то есть я наверное его оставлю то есть на вот по вот эта игра ненормальная поверх ненормальная по вот этой нормальная ну и соответственно наверное ну то есть как то как то вот таким образом конечно вот тут еще такой себе вариант то есть я бы его все равно бы загнул вот тут бы загнул прямо туда вот внутрь и вот это тоже внутрь загнул бы ну тогда вот это обратно вернуть ну то есть вот так чтобы там расстояние вот между поверхностями оставалось то есть она вот там должно наверное оставаться скорее всего то есть даже можно сделать скорее всего вот так чтобы прийти вот в этот угол вот сюда ну приблизительно наверно хотя вот опять же вот эта часть она загибается вот она не очень тут хорошее загнула вот это приведу вот сюда вот так ну вот вот наверно таким образом потому что как бы иначе не знаю может то есть вот тут на ту сторону вот так это хотя бы вот по простым кривым вот видно более-менее то есть на как-то упрощать чтобы какая-то адекватная форма была вот и соответственно если вот это выключить да то есть кривые в кривые вот туда ну то есть какая то вот такая ситуация должна по идее наверно получится я так подозреваю то есть она там отойдет от того что необходимо но тут как бы еще такой момент довольно веселый но я попробую сделать его на вот этом виде вот тут тут можно сделать такой такой вариант она вот она вот кривая видно то есть она не ровная ну то есть она вот реально неровная да мы можем прийти вот так сказать давайте-ка сделаем чуть чуть меньше прозрачность нанеси на сетку можно отключить вот таким образом данные и попробовать сказать давайте чуть-чуть тоньше сделаем вот эти части чуть-чуть тоньше и вот тут вот тут взять кривую построить, например ну где-то вот в этом месте вот тут, можно даже посередине самого бленда потому что этот желтый внешний, то есть выдавленный, да а фиолетовый вдавленный внутренний и соответственно если мы движемся по оранжевой вот тут чуть-чуть делать побольше, вот так и прийти где-то в середину вот сюда вот то есть прийти вот в это место, вот так, то есть сделать ровную вот, ну это я так предлагаю вот, взять ее расширить, extend вот так, да, только вот это удалить сказать extend ну за пределы вывести вот таким образом то есть просто сделать ровно взять сказать давайте-ка по xz вот так, да ну вот и зачем это надо было делать для того, чтобы срезать вот эту часть то есть я хочу вот эту часть срезать но я ее срезать особенно не хочу я хочу ее сконвертировать то есть по проекции опять же я возьму по z вот скажу, что мне нужно ее сконвертировать раз два соответственно вот это то есть конвертик вот так, да она останется вот такой вот но она будет то есть я вот эту вот эту положу вот сюда вот и соответственно вот это вот поставлю вот так то есть она там такая же то есть у нее ничего не изменилось по факту вот но она у нас сконвертировалась то есть вот это можно отключить вот так то есть и по вот этой границе вот по вот этой границе если достать вот эту часть то я бы то есть провел бы вот сюда вот так вот она там не будет попадать скорее всего, хотя вот можно попробовать поверхности скрыть взять вот эту поверхность перенести сюда кривые перенести сюда убрать тот вариант с прозрачностью поставить непрозрачный вот так, прийти на вот этот вид еще раз посмотреть, то есть там ли она будет ну ну-ка она просится как бы скорее всего вот от этой точки вот к этой точке, ну то есть можно переделать да, у нас для этого возможности есть то есть попробовать еще разок ну вот тут где-то все равно поставить вот этот момент точку, да а вот тут ну приблизительно посередине то есть где-то вот здесь где-то вот здесь вот так посмотреть вот она кривая то есть ее теперь сделать экстенд, но чтобы более-менее ближе попасть вот то, что нам необходимо то есть мне нужно что? открыть поверхности вот эту поверхность которая у меня вот эта вот эта скинуть в темп а из темпа забрать поверхность которая у меня идет вот эта забрать ее в поверхность и перейти сюда выключить темп соответственно на вот этом виде взять попробовать вот эту часть то есть взять кривую сделать вот так вот так, да ну-ка то есть тут даже скорее всего я не ту взял то есть мне наверное нужна вот эта то есть вот сюда ее и выбрать поверхность вот эту отправить в темп вот так вот разобрались то есть вот эту большую мне нужна ну и опять же соответственно модификация да то есть вот эту чем? вот этим и вот этим ну и оставить вот это сконвертировать теперь вот эта вот она остается а большую которая у меня за вот эти границы выходит да вот эту отправить вот сюда выделить это все и удалить историю построения вот так то есть поменять ну кривые соответственно в кривые вот это все выделить отключить вот таким образом то есть она теперь у меня дошла вот как бы ровно мне теперь хочется сделать вот где-то посередине провести кривую и соответственно сделать ну можно проекцию попробовать сделать для того чтобы сориентироваться то есть взять переключиться вот в этот вид взять простую кривую можно перпендикуляр опять же здесь как бы такой момент взять ребро прийти вот сюда сделать не сильно далеко то есть не надо там ее сильно далеко сделать проекцию на меш вот так и посмотреть что у нас тут есть то есть как она спускается она спускается вот по ровной линии то есть получается ну грубо говоря я отойду от формы да то есть я поставлю например вот тут вот тут поставлю вот вот так и поставлю вот так да ну то есть как бы понятное дело я отхожу но мне конечно желательно тогда севишку вот эту сдвинуть то есть сдвинуть где-то вот ну может быть вот сюда то есть вот так и можно попробовать сделать по одной рельсе то есть соответственно generation у нас вот это и рельса у нас только ну да вот это получается то есть кривые пока что забрать отправить их в кривые пусть они там полежат посмотреть что у нас вот тут получается только выключить вот эту часть то есть вот она спускается вот она начинает спускаться да но единственное у меня там стоит касательная она мне там вообще не нужна ни к чему она там соответственно поставлю позицию вот она спускается мне надо ее спустить соответственно подальше то есть опять же object edit extend нужно ее заэкстендить она мне вот такая большая как бы не нужно то есть как бы какой смысл вот по одному направлению делать 5 то есть ну ка это не то ну тут максимум наверное 2 для того чтобы ей там чуть-чуть придать немножко кривизну ну то есть скорее всего вот так вот взять по нормали хал то есть взять вот этот хал вот этот и чуть-чуть ее выдвинуть вверх то есть чуть-чуть ее немножечко там как бы придать и но чтобы она не совсем ровная была вот то есть придать ей такой какой-то вариант немножко чуть-чуть кривизны совсем легенькой такой вот и продлить то есть чтобы она утопилась прям внутрь туда в поверхность вот так вот она получается здесь вот покажет где она вот тут отклоняется то есть вот там у нас вот там вот все хорошо но там наверное приходит в то место которое нужно вот а вот тут она то есть мы почем посмотреть то есть надо смотреть по вот этой линии где они пересекаются то есть их можно пересечь и поправлять то есть получается можно сделать вот так то есть выделить объект отключить него вот эту часть сказать давайте-ка мы пересечем их то есть вот эту пересечем и вот эту пересечем и вот у нас кривая на поверхности вот она там конечно надо еще подпродлить то есть object edit extend сказать давай заэкстендимся то есть только не вот это вот это да то есть затащить ее еще внутрь чтобы она там вот пришла к окончанию вот мы ее затащили она более-менее нормальная то есть она вот никуда никак не как бы не уходит то есть получается она хорошая то есть по вот внешнему виду она там более-менее адекватная то есть ее трогать не надо но она как бы получается должна приходить вот в какое-то место вот тут вот тут поэтому тут можно сделать вот так взять тот же хал да соответственно прийти вот сюда выбрать его и попробовать поманипулировать то есть вот и вот она куда придет то есть можно вот так ее оставить то есть если чуть выше она вот там вот загибается вот то есть посмотреть каким образом то есть я бы например оставил наверное вот так вот так для начала переключился на севишку вот на одну какую-нибудь и и потихонечку подровнял бы так чтобы более-менее она там ну было вот скажем можно очень поставить маленький шаг да то есть оторвать ее вот она там сейчас загнута вот круглая но она отрывается 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 то есть вот оторвалась и сделать и ровненько вот наверное вот так то есть мне кажется будет это вот нормально то есть там получится место для филетов для блендов вот она станет вот такого замечательной ну как бы я так думаю то есть можно по пересечению смотреть но она более-менее мне кажется адекватная то есть можно оставлять вот таким образом насколько я понимаю но все равно верхушка там срежется то есть опять же ее можно прям сразу срежет срезать вот можно провести кривую вот тут срезать и вот тут то есть но и получить срез по по вот этому варианту да как бы тут у нас вот останется наша такая панелька мне кажется вот так даже и там я отклоняюсь может быть очень сильно как бы единство что мне не нравится это вот если взять еще раз хал ну-ка чуть чуть меньше сделать то есть поставить где-то тысячу да то есть чуть чуть меньше кривизну сделать ну то есть только вот это вернуть назад то есть ну не какую-то там экстремальная вообще совсем 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 чуть чуть маленькую такую может быть вот так вот но скорее всего наверное таким вот образом то есть мы там ее видоизменили поэтому вот эту можно удалить но она не нужна а вот эту скопировать на другую сторону то есть катик z вот тогда соответственно сделать вот так вот этот эту кривую на поверхности удалить вот эту сказать что нам нужен еще и вот этот объект скинуть его вот туда вот и кривую на поверхности тоже удалить ну и забрать кривые и перенести вот сюда вот так то есть если это все включить вот она да то есть опять же можно пересечь то есть интерсекшен соответственно вот это и вот она там приходит просто хорошее нужное место но вот кстати вот тут она не очень хорошо приходит то есть получается я возьму еще разок вот это и вот это удалю то есть пускай будет вот так пока приведу в норму вот эту часть то есть она вот она вот искривляется то есть как бы хотелось бы ее то есть возьмем еще раз вот эту часть вот эту да и попробуем ее все таки вот как то вот так наверно пустить вот так вот будет повеселей мне кажется ну то есть как бы на более-менее адекватно идет и вот когда уже это все произошло соответственно скажем давайте скопируем ради интереса можно конечно ее разбить на две части и двигаться по такому варианту то есть я вот это вот уберу еще раз пересеку то есть вот эту пересечь с вот этой и соответственно вот это пересечь только выбрать инструмент вот эту пересечь вот этой вот тогда вот она есть она заканчивается там где необходимо то есть если ее срезать вот эту сказать оставьте вот это вот вот так да то То есть и тут, и тут. Опять же, можно одну копировать. То есть вот она будет вот такая. То есть вот такой вот вариант будет. И тут получается, ну-ка, если ее открыть, вот эту часть. Ну да, она там отходит, понятно. Но она будет срезаться. То есть если посмотреть, да. То есть где она, как она будет идти. Но она будет, вот получается, ну я сделаю вот так. Но я обычно так делаю, мне так больше нравится. И более удобный способ. То есть Next Curve. То есть мне нужно две. Ну для обычной кривой нужно две. Соответственно, мы штул. Проекция сюда, сюда и сюда. То есть проецировали. И теперь получается я по вот этой вот проекции могу поставить точно кривую. То есть кривую куда? Вот точка и вот точка. Вот так. И на этом виде, сказать, давайте мы ее заэкстендим. То есть продлим. Вот так. И вот так. И она нам дает offset вот этот, который нужно срезать. То есть по ходу вот тут. Offset. Вот этот. Ну на сколько он там будет? Как бы 7. 7,5 может быть. То есть вот так, да, поставить. Ну пускай будет вот так. То есть вот он наш offset. И мы уже себе прекрасно понимаем, что будет срезаться. То есть я вот тут вот эти моменты, наверное, скорее всего сделаю. То есть еще разок. Curve. То есть вот тут еще поставлю. Раз. И вот тут поставлю два. Ну то есть двух достаточно. То есть если для простой кривой, то двух достаточно. Как бы сильно много не стоит ставить. То есть вот это. Вот это, да, вот она. Ну и соответственно, опять же, тот же вариант. То есть прийти вот сюда и сказать, давайте кривую простроим. То есть вот так и вот так. Ну можно толкнуть их там на плоскость. То есть тут как бы варианты тоже существуют. То есть мы вот эту продлим и вот эту продлим. Да, для чего мы это делаем? Мы делаем это для того, чтобы посмотреть, где у нас там теоретические пересечения будут. Для того, чтобы делать срез. Вот тут вот, кстати, можно то же самое сделать. То есть Mesh чуть-чуть уменьшить. Вот он нам покажет, где вот здесь сделать. То есть опять же, кривые. Ну много кривых не нужно ставить. Ну для этого момента, наверное, не нужно. Ну то есть как бы опять же Mesh Project. Соответственно, вот эту и вот эту. Только вот тут удалить. И вот тут снять. То есть проекция, да. И вот у нас еще одна кривая есть. То есть идем, делаем первой степени. То есть Ctrl-Alt, Ctrl-Alt. Вот так, да. И соответственно уже Edit Extend. То есть заэкстендим до пересечения. Вот. И мы получили нужные нам кривые. Я бы, конечно, вот эту часть пока что скрыл. Соответственно, поверхности. Выбрал поверхности и сделал бы вот так. То есть все поверхности скрыл. Invisible, временно. Вот. Забрал бы кривые, которые мелкие. Вот эти, которые можно уже в темп сбросить. Вот эти, да, мелкие. То есть в темп Assign. Сделал бы у всех. Отобразил бы. То есть вот так. Вот. И на виде сверху. Вон они какие. Ну они как бы не особо хорошие, да. То есть отобразил бы сетку. Вот. Взял бы свишки все. Вот так. И соответственно Move. Поальто вот просто положил их на плоскость. Вот так. Вот. И меня бы это все совершенно устроило. В данном случае. То есть Off. Соответственно, включить вот эту часть. Ну то есть вот мы попали ближе к тому, что необходимо. Как бы вот так, да. Получается теперь достать поверхности. Ну-ка, Visible. Проверить. Есть здесь кривые, кроме тех, которые. Ну только вот эти, да. Ну то есть это у нас они и нужны будут для того, чтобы мы могли потом резать. То есть получается. Но здесь вот. Я почему сказал, что здесь вставка какая-то мне непонятная. А вот здесь вот Blend идет вот. То есть вот он. Вот он начинается. То есть он там как бы внизу. Вот. И вот он. Вот тут вот. То есть вот эта часть как повставлялась. Даже не знаю каким образом. Нам поэтому вот эти все вот эти вот части придется продвинуть. То есть продвинуть где-то может быть до вот этого момента. То есть выдвинуть. Потом все срезать. Но я так подозреваю. Но в данном случае у меня пока такие рассуждения. Вот. То есть мы его как бы там приблизительно обрисовали. Опять же можно поверхности выбрать. Вот так, да. Сказать ему ну-ка. То есть как ты вообще выглядишь с этим мешем. Там. Ну вот это отклонение я не буду брать на него. Смотреть на вот эту поверхность. То есть вот эта поверхность она как бы для меня непонятна. Можно было сделать конечно еще такой вариант. То есть у кого есть сомнения по какому-то вопросу. Можно сделать вот так. Ну то есть попробовать взять кривые скрыть. Пока что invisible. Взять поверхности скрыть. Тоже invisible. Вот. И вот в этот момент просто-напросто попробовать сделать какую штуку. У нас получается есть возможность сказать. Давай-ка мы сделаем вот отсюда. Вот сюда. Раз. Вот так, да. Ну пускай будет вот так. И давай мы сделаем например там. Ну приблизительно может быть со середины. Пускай будет со середины. То есть я ее вот так вытяну. Вот. Но возьму и сделаю ей extend. То есть можно попробовать сделать еще вот таким образом. То есть дотяну ее вот сюда. Например. Вот так. Вот. Сделать проекцию. То есть проецировать вот так. То есть вот она проекция. Ну пускай она там будет. Не важно. Опять же. Взять. Fit Curve. Упростить эту кривую. Да. Ну. Тут получается я чуть-чуть вот так выдвину. И здесь чуть-чуть тоже выдвину. Ну пускай будет вот таким образом. Вот. Но второй степени явно маловато. Поставлю третью. Ну вот третья. Да. То есть что она тут дает. Она нам дает. Такой себе вариант. Ну пускай дает. Ладно. Пусть будет. Можно конечно попробовать потянуть еще назад. Она вроде здесь. А. Но она там чуть-чуть вот отклоняется. Поэтому я все-таки вернусь назад. Но там 0.15. Ладно. Оставляем вот эту. Да. И скажем. Давайте нам вот эту. То есть можно по вот этой ориентироваться стороне. Вот. И чуть-чуть подтянуть вот эту вот так. То есть сколько там она хочет еще подтянуться. Ну пускай подтягивается. То есть вот. Ну вот так. Да. То есть тут 0.07. Если поставить двоечку будет 0.08. Ну наверное скорее всего двойка. Ну пускай будет двойка. Я бы конечно и там поставил двойку. Но не получится. Вот. И теперь. По идее можно попробовать сделать 1.1. То есть сказать ему. Давайте мы возьмем вот это. Только. Generation брать вот эту. Вот так. Да. А. Рельсу брать вот эту. То есть вот так вот сделать. Попробовать. То есть может быть это будет получше. То есть можно попробовать вот таким образом выйти. Но она тут. Как бы вот там вот сзади. Вот она отклоняется. Ну она будет отклоняться однозначно. То есть тут. Можно попробовать две кривые сделать. То есть вот эту. Как она идет оставить. Можно не вот тут посредине поставить. А где-то вот тут в этой стороне. И вот тут в этой стороне. То есть и тогда она может быть. Будет ближе к тому что необходимо. Ну. Опять же по зебре. Она вот такая. Можно конечно в зебру. Попробовать поставить транспаренси. И мэш сделать попрозрачнее. И удалить сетку. То есть отключить пока ее. То есть она вот там вот вроде как. Пытается под мэш попадать. Но пытается не пытается. Такое дело. Вот. Нужно поступить таким образом. Но опять же как бы повторяюсь. Кому что удобно. Я вот это все уберу. То есть скорее у меня там как бы все есть. Вот эту поверхность можно скинуть в темп. Вот эту да. То есть. Ну это такой был вариант. Который там может подойти. Может не подойти. Здесь все на выбор. То есть вот так да. Теперь получается. Как бы хотелось бы. Ну уже на этом. Приблизительно. Остановиться. По поводу изменения. И вот тут. Вот тут вот. Вот в данный момент. То есть вот тут где-то взять серединку. Ну вот так приблизительно. Поставить. То есть взять кривую. Вот так. Выбрать где-то приблизительно. Срединку. Ну вот так. Вот. И прийти. Соответственно где-то вот тут. По серединке. Вот так. То есть не делать там. По арке. То есть сделать ровно. Ну, соответственно, вот это продлить, чуть-чуть вытянуть, соответственно, где она у нас там кривая, вот она кривая, продлить тоже. То есть для чего? Можно срезать вот эту часть, а можно ее сконвертировать. То есть опять же, пойти и сказать, ну давай сконвертируем вот это, по вот этой части, только, ну-ка еще разок, то есть мне нужно вот это, то есть лучше всего, конечно, зайти в инструмент, то есть вот так, вот так сказать, конверт. Посмотреть, что будет. Он ее сделает вот, вот такую, да? Ну, по сетке вроде как хорошо идет, но мне вот не очень нравится, то есть взять вот эту часть, но вроде как тут должна быть, должен быть такой вариант, то есть опять же, затем надо внимательно следить, как он делает конверт. то есть я хочу сделать по нормали попробовать, то есть вот так, да, либо по, попробовать по игреку, то есть по игреку у меня нет вот разделения, да, то есть конверт, она получится вот такая. Вот, то есть она будет ограничена по кривой, то есть если я выберу вот этот объект, вот этот, который я сконвертировал, да, то есть и перенесу вот сюда, вот у меня останется только тот, который мне нужен. Теперь следующий вариант, это сделать такую же самую вещь, но только сказать ему, давай-ка мы вот поставим где-то вот тут посередине, вот так, да, придем сюда и скажем, а средина вот где-то вот тут, приблизительно, вот так, да, и продлим, то есть вот это продлим и вот это продлим. И теперь получается мне нужно еще одну кривую сделать, то есть тут первой степени сказать, давай где-то вот тут вот по вот этому бленду тоже посередине раз, и, соответственно, куда-то придем, то есть куда он здесь приходит, ну, может быть вот эту точку, то есть вот сюда может быть, то есть можно прицепиться вот так, вот, сделать Extend, то есть, ну, вот так продлить, да, вот, и теперь сконвертировать, то есть сказать, давайте сконвертируем, теперь поверхность, которая у нас вот эта, то есть вот этим и вот этим, и скажем, вот это оставить, то есть конверт, вот она вот такая, а вот ту, которая у нас была, вот эту, отправим в темп, но она все равно останется, как бы нам, какая разница, вот, соответственно, вот это отключим, то есть вот тут все хорошо, и теперь оно нам, как бы что оно нам дало, оно нам дало вот эту возможность соединить вот эти части, но тут, как бы такое ощущение, как будто идет арка, то есть как будто она срезалась по арке, поэтому может немножечко, как бы так вот отличаться, но я на это уже внимание обращать не буду, то есть я выберу пока что кривые вот эти, вот, отправлю их в кривые, пусть они там пока лежат, то есть получается у меня теперь, ну, она будет отличаться, понятное дело, у меня есть теперь возможность сделать Surface Skin вот тут и вот тут, попробовать, по крайней мере, он тут говорит 3 на 3, но как бы 3 на 3, как бы не может он нас устроить, вот, поэтому мы ему скажем, давай-ка, дружок 6 на 3, вот так, да, и включим, посмотрим, то есть он вот такой, соответственно, отключить, вот он по позиции там стоит, ну, пускай будет вот так, то есть он, вот эта часть, вот этот порог, да, вот эта вот губа, дает нам возможность потом бленды сделать, ну, ну, то есть как бы я считаю вот так, и теперь получается, если мы возьмем, включим вот это, отобразим вот это, то есть нам желательно, я зря, конечно, в кривые отправил, ну, зря, не зря здесь такой вариант, я возьму Object Edit Extend, то есть у меня вот тут вот есть кривая, да, где-то есть кривая, ну-ка, я вроде как все отправил, но можно сделать visible, взять, попробовать кривую, она вот, получается, мне нужна кривая, которая идет, вон она, вот эта, вот эта мне кривая нужна, потому что я по ней ориентировался, вот, поскольку эта кривая мне нужна, то я ее пока верну на поверхности, вот это отключу, вот, и продлю ее, то есть Extend Merge, соответственно, вот сюда, зачем, для того, чтобы срезать вот эту поверхность, то есть тут у меня еще одна кривая где-то есть, да, то есть я могу уже еще одну кривую забрать, вот эту, да, то есть ее тоже перетащить вот сюда и пока что скрыть, то есть, ну, вот так, да, по идее, что я могу здесь, как бы, заполучить в этом случае, то есть вот это скрыть, соответственно, сказать ему, давай-ка мы сделаем срез, то есть пойдем вот сюда, по какой оси срез делать, то есть по нормали я делать не хочу, я сделаю по Y, то есть я сделаю вот эту, вторую поверхность, по вот этой кривой, по вот этой кривой, скажу, вот это оставить, то есть там то, что он там перережет, остальное меня особо не интересует, вот она одна, соответственно, скажу, давай-ка мы сделаем вот кривая тебе, вот тебе кривая, я оставлю, вот это тоже кип сделаю, вот, то есть вот так, да, срежу. теперь кривые соответственно заберу тут вот конечно бы хорошо было бы выровнять но она еще будет срезаться и и конечно лучше да продлить и соответственно как бы или выровнять или срезать вот но пока это все как бы в стадии поэтому то есть посмотрим вот так да и теперь получается мне я конечно зря это сделал то есть надо было сразу же сразу же то есть еще разок но тут как бы такая ситуация тут вот эти вот вещи придется туда-сюда со слоя на слой перегонять вот я бы еще срезал бы вот эту сначала вот эту да то есть по вот этой части и по вот этой части искал бы давай вот это вот оставим то есть подрезал бы концы там говорит история построения у него есть но как бы есть и есть все за тебя рады то есть вот так но он там с историей поэтому то есть срезался бы по крайней мере вот так вот тут наверное скорее всего попробовал бы ее протянуть чуть-чуть то есть вот так протянуть ее вы тоже быть для начала пока бы срезал то есть все равно можно там антрим этот оставлять то есть сделал бы вот эту соответственно скал бы оставил вот это то есть ну вот так пока что то есть интересно что там будет ну тут конечно вот такая странная штука она не дотянулась она вот не дотянулась но она оставлю пока так вот мне придется все равно продлить потому что она здесь вот что-то здесь ну одну придется продлевать только какую из них вот это нет это цельная ну-ка значит она получается вот эту большую ну да вот эту придется просто сделать антрим и до продлить ну если не откладывать долгий ящик то нужно сделать просто напросто сразу да то есть сказать ему давай-ка мы сделаем вот тут чтобы у тебя вообще все было просто отлично давай как ты продлись вот так вот тогда придется перерезать но я возьму вот эту и вот эту удалю вот так чтобы она там как бы ее не было возьму вот эти вот кривые на поверхностях все удалю вот таким образом вот ну и вот эту тоже не на вот этом виде возьму ее срежем то есть приду вот сюда скажу давайте-ка вот это срежем по вот это и по вот этой да и оставим только вот это ну и тут еще скажем вот это то есть вот так и скажем keep вот она теперь стала адекватная да только я конечно зря удалил вот эту часть то есть я срезал лишнее то есть мне надо вот это вернуть на место вот так и и теперь сказать что срезать мне нужно оставить только вот это вот так ну пускай на там сзади чуть выходит за пределы то есть там сзади я пока что претензий как бы особых не предъявляю вот и сказать xz и и вот тогда то есть как бы получается у нас что получается вот тут будет blend вот по одной вот тут будет blend то есть вот эта часть исчезнет вот берем кривые переносим их пока вот сюда отображаем все вот ну пока вот так то есть получается такая ситуация ну и соответственно если достать вот эту часть и ее вот так вот включить то мы теперь видим что нам вот эту вот эту чуть-чуть надо подровнять повыше вот то есть вот сюда и срезать срезать ее придется то есть чтобы у них вот здесь вот переход пыл вот этот переход то есть придется вот эту поднять чуть чуть выше на виде вот этом да то есть но она там как бы поднимать ее наверное не стоит потому что на там парке идет она какая-то непонятная лучше не поднимать единственное и лучше срезать то есть сказать каким-то вот таким образом то есть кривую до поставить кривую вот ну в какое-то место не доходя вот так и прийти куда-то например вот сюда вот так посрединке ну там приблизительно то есть эта кривая нам позволит только единственное я здесь сразу не увидел можно поступить вот так то есть сказать давайте мы где-то расположимся вот тут чуть чуть дальше отойдем и например вот расположимся вот тут ну вот так то есть она все равно там где-то на средине будет и нам это даст возможность если мы скроем вот так и сделаем вот так то соответственно мы вот получим срез да то есть мы теперь что можем срезать project взять вот эту по вот этой только по игреку выровняться и соответственно сказать тип вот он там подрезала теперь вот эту сказать давай кому по вот этой свежим на то есть keep вот ну и там 2 будет только вот это передвинуть искать по кривой то есть тоже keep и вот там вот это по кривой тоже keep ну то есть мы вот так вот можем сделать ну как бы вот у меня такие рассуждения взять кривые соответственно перенести вот сюда тогда включить вот эту часть и посмотреть что у нас у нас теперь получается есть возможность вот тут я пока поставлю то есть я скажу давайте мы сделаем freeform blend вот тут вот пока по позиции по дефолту но скажу позиция позиция не надо там никакой кривизны вообще то есть совершенно на мне там не интересует то есть вот так я пока просто закрою вот что у меня тут о отображении вот этой части на то есть мы давайте попробуем 6 он здесь на ребро станет то есть там шестая степень вот но остальное можно прилагнить попробовать то есть 6 здесь 61 я бы поставил наверно 63 вот таким образом пока что вот и поскольку там у нас поверхность обрезанная попробуем 3 лайнится вот это вот сюда но лучше прежде чем а лайнится индикатор унести то есть тут как бы не особо хорош вот то сделать а лайн вот сюда и попробовать посмотреть что у нас тут будет то есть ну вот если вот так делать да а вот этой части то есть пробовать может конечно попробовать project там подтянется а потом поруководить вот этой частью да но все равно он свишки хотя он не сильно их и сместил но опять же можно попробовать сделать раз два три вот так полностью выровняться через экстра россии северо вот так вот на искать давай-ка мы вот эту часть вот эту часть соответственно сделаем of вот так вот и вот это скопируем на другую сторону то есть по x ну посмотрим что из этого получится то есть это из этого получится такая ситуация что у нас там появится возможность сделать бленды ну или филеты то есть ну как бы чуть-чуть расширится то есть почему я не могу модифицировать тот же самый дизайн то есть ну хочу я это сделать вот единственно мне кажется вот здесь слишком большая хотя может быть и нормально мы посмотрим в дальнейшем как бы что там с этого получится ну вот как то наверное пока вот так то есть вот это вот эти поверхности соответственно выделить и сказать давайте посмотрим на это художество вот ну художество в принципе стало поровней вот и более-менее здесь адекватно идет зебра на вот там расходится только не знаю вот должна ли она вот здесь вот так вот заворачиваться внутрь то есть вот у меня здесь по этому поводу вопрос вот и тут бы что я еще дополнительно сделал то есть я бы пришел пришел бы смотреть кривую какую кривую обычную да взял бы пока что с поверхности вот эти вот скрыл вот так то есть invisible и вот тут вот эту кривую она такая себе интересная почему интересная вот я сделаю вот так делаю вот так можно сделать нижнюю сначала потом сделать offset то есть как бы можно попробовать таким образом сказать давайте третью степень временно привяжемся 1 привяжемся 2 привяжемся 3 привяжемся 4 вот как-то как-то где-то вот так то есть посмотрим что у нас вообще там получилось то есть она или не ну ну вот она вот такая я не его такой видеть не хочу почему не хочу я ее хочу на вот этом виде видит а куда она такая некрасивая да то есть взять сивишки сивишки положить ее вот прям просто-напросто вот так пальто ложись сложись в ровную вот она сложилась она выглядит на вот этом виде на виде сбоку она выглядит вот так но она ну-ка она вот вся вот довольно красивая просто замечательная я хочу ее переделать то есть переделать каким образом у меня есть первая степень раз сюда раз сюда то есть все отлично добавляю сюда плюсик вот так беру сивишку вот эту и иду вот сюда теперь получается мне нужно сделать что я ее подниму по вот этой вот сивишки вот так вот а теперь буду двигать ее вот сюда вот так то есть я ее пока приподнял но у меня получается как бы такой момент что я все равно там от сивишки отклонюсь то есть я хочу ее сделать вот такой приблизительно она там будет отличаться то есть я вот это вот отправлю вот туда а теперь возьму соответственно посмотрю вот эту часть вот и она у меня вот какая отличная получается открою вот эту часть ну-ка вот этот локатор удалю вот тогда пока скрою чтобы не мешало и тут у нас ведь если мы находимся вот в таком режиме переключимся на ведь left вот тогда и посмотрим вот тут перспектива спорта да вот теперь получается мне надо сделать вот так нажать вот эту часть и можно попробовать посмотреть что у нас здесь произойдет то есть подправить ее вот она там вроде как все хорошо но вот тут такой провал но опять же оставлять его не оставлять то есть мышь можно сказать а ну-ка появись то есть у меня возникает вопрос стоит ли и она вообще там подровнять под вот эту часть если стоит соответственно берем вот эту часть берем слайд я со второй степенью пока буду заниматься то есть вот это пойдет вниз на а вот это пойдет в сторону у меня там единственное стоит большое значение поэтому я возьму вот так возьму вот так и она все равно там не совпадет почему не совпадет вот тут вот вот то есть ну это как бы не знаю стоит ли с этим возиться вот кусок уже отклоняется и вот кусок уже отклоняется то есть если оставлять вторую степень вот такую по отличному графику кривизны то лучше оставить вот так то есть и потом это все когда будет моделироваться притянуть именно к тому что необходимо то есть у меня вот как бы теперь возьмем сбросим вот этот вид вот до такого да то есть вот так мы не сильно видим отличается она там намного или не намного то есть мы можем спокойненько ну тут вот прям сильно видно но не знаю я бы конечно оставил вторую степень вот вообще просто-напросто то есть я бы сделал вот так сделал бы вот тут продление там потом срез то есть вот тут вот вот таким образом то есть я хочу ее вот такой сделать то есть ну и соответственно график кривизны мне показывает вот все замечательно то есть ну наверно скорее всего это так вот и оставить я бы хотел вот то есть делаем вот так у которой удалим и у нас получится когда мы все это дело подровняем по итогу у нас получится можно будет сделать просто offset да то есть если я сейчас сделаю в сет то я найду тот вариант куда придется прийти но придется прийти скорее всего то есть на видео вот этом здесь здесь такой еще порожек то есть их надо тоже учесть то есть в свет сделать ну-ка то искать давайте делать оффсеты только зайти прям внутри инструмента и посмотреть то есть им с половиной да но тут наверное 8 будет приподняться ну 8 это много 775 поставлю вот оставлю один вот так а второй сделаю отсюда вот но не очень высоко то есть тут еще надо смотреть вот по ну скорее всего на 2 пускай будет на 2 вот так вот у меня вот они три аффсета есть вот я себе приблизительно наметил вот эту часть которая у меня будет соответственно там возникать но тут как бы получается еще такой момент если эти все поверхности вернуть то теперь у нас есть возможность срезать вот эту часть вот эту часть срезать и по ней через мультисерфейс драфт двинуться вперед то есть я предлагаю сделать вот так прийти вот сюда сказать project то есть три по игреку поверхность вот эту ее конечно можно сконвертировать еще разок но я ее пока что обрежу то есть где ее надо обрезать ее надо обрезать по верхнему правильно то есть на поверхнем срежется а потом вот там порожек будет то есть я хочу ее срезать вот так сказать давайте вот это оставим остальное срежем то есть попробовать по крайней мере то есть у нас все есть плюс мы можем все наши поверхности перестраивать и вот получается вот она эта ситуация вот то есть она ровненькая если мы возьмем предположим тот же мультисерфейс драфт приблизительно включим вот эту часть на энергию чтобы было видно да придем вот сюда вот сюда ну тут конечно понятно я там не достал то есть мне нужно сделать вот такую штуку то есть серфа из корейшен выйти серфа из драфт выделить ребро вот тогда он конечно там что-то там делает что он там делает никто не знает там у него я пока поставлю по нормали временно конечно такая штука веселая вот ну и соответственно уменьшу вот эту часть то есть ну поставлю сколько там не знаю может быть максимум там пока 5 посмотреть это просто для просмотра до можно по одной рельсы пустить то есть ну-ка на вот этом виде вот тут теперь соответственно вот так да то есть будет ну вот наверное вот так будет то есть можно чуть-чуть дальше пойти то есть у меня там 60 градусов да можно поставить например 65 и срезать этот мультисерфейс драфт вот он придет ну наверное он придет так как нам нужно но он только единственно здесь как бы у меня получается такая веселая ситуация что может быть его можно оставить его так то есть как бы опять же это надо смотреть то есть там вот один получается вариант а здесь вот он другой но я поставил нормал да можно попробовать поставить драфт ради интереса но драфт здесь то есть сказать вот так предположим то есть вроде как там подошел под мэш но не факт конечно только единственно с одной стороны подошел с другой стороны не подошел в чем можно попробовать сделать иначе то есть тут у нас же варианты всегда какие то есть то есть если мы не хотим вот так можно просто-напросто построить кривую то искать давайте построим кривую придем только единственное скажем patch precision чтобы у нас к чему-то зацепиться то есть вот тогда это много то есть вот так вот и скажем давайте мы зацепимся за patch precision вот тут вот прям и за кривую ну вот приблизительно вот так может быть даже чуть чуть больше то есть я понимаю что этом отклоняюсь но опять же то есть тут можно ну оставить может быть вот так может сказать давай свишку передвинем по кривой может быть чуть чуть дальше ну вот так вот попробовать по крайней мере и вот в этом случае сказать давайте нам одну рельсу и одну профильную кривую но профильная кривая у нас будет у которой мы построили вот это да а рельса у нас будет соответственно вот так то есть тут тоже желательно зайти в этот инструмент и сказать то есть что сказать сказать для начала позиция не надо там нам сильно умничать но он вот как вариант то есть попробовать поставить натуральный то есть вот и по натур не параллельно попробовать поставить по натуральной и вот он придет почти туда куда хотелось бы только единственное по то есть вот тут вот тут пока он есть можно попробовать сделать вот так то есть поставить кривую ну например вот сюда искать давай вот сюда то есть вот так вот потом вот эту часть вот эту часть сказать давай мы тебя удалим вот так ну то есть чтобы она не не сильно нужно да посмотреть на вот эту кривую то есть там она не там она можно сделать таким еще образом то есть вот эту удалить тут как бы такой вариант если оставлять кривую которая у нас первоначальная можно взять вот эту кривую вот эту на взять control c control v вот так и передвинуть ее прям вот по ребру вот сюда она будет неправильно все даже не туда смотрит но нам какая разница мы возьмем информационное окно и соответственно ее повернем куда по часовой стрелке да то есть против часовой стрелки то есть минус 90 вот так ну наверное сделать вот таким образом то есть она там с поверхностями пока не стыкуется но я как бы особенно не стараюсь вот можно сивишки выбрать то есть если она не ровная сделать move но привязаться предположим там то есть вернуться назад ну-ка сказать давайте возьмем объект давайте у него включим вот так вон там обрезанный понятное дело вот взять сивишки ну вот эту и вот эту сказать move да и по кривой единственное здесь только нужно move pivot сказать ему вот сюда и потом move ну вот так то есть можно опять же по вот этой части но лучше вот так наверное скорее всего сделать ну то есть как бы прийти вот к такому варианту то есть просто переместить вот эту часть она вот не сошлась вот она не сошлась да почему не сошлась потому что она срезанная вот тут можно сказать давайте мы возьмем кривую переместим пивот вот сюда и сделаем вот так ну то есть как бы подвинемся чуть-чуть возьмем эту кривую перенесем на другую сторону то есть копируем да и теперь у нас получается есть возможность одного ребра и трех кривых то есть сервис creation соответственно 3 generation то есть вот это вот это и и на другой стороне вот это да угол ну и гол вот тут скорее всего то есть посмотреть что у нас получится получилось ли то есть вот это можно скрыть но если с первого ним раза не получилось может получиться со второго то есть только у меня 32 да я поставлю вот тут 31 то есть у меня просил вторую часть добавить то есть вторую рельсу я сказал нету ее то есть сюда прийти вот она еще одна и соответственно сюда прийти вот она еще одна да то есть голову и теперь вот так прийти сюда вот в эту часть и сказать давайте смотреть что у нас здесь происходит то есть сетку можно отключить как бы она не нужна то есть тут у нас получается 6 степень 2 спана но нам нужен один спан то есть ну ка еще разок то есть вот сюда прийти искать проверка там по позиции этого всего конечно нет можно пытаться менять так ну ка вот это можно попытаться перестроить ну смысла как бы особо никакого можно вот это перестраивать он тут ничего не сработает вот ну ка выделить этот объект сказать давай-ка попробуем вот так хотя даже я не уверен то есть наверное скорее всего лучше все таки оставить это на двух спанах то взять взять локатор только чем легче его удалить чем его брать тут иногда бывает такая штука что чему-то не берется вот то есть мы вот так сделали да и получается если ну то есть нас наверное это устроит и теперь если мы вот эту продлим то есть возьмем откроем вот эту часть вот и тут можем поступить таким же образом то есть по крайней мере попробовать то есть меш включим ну ка вот мы я делал там дальше вот далеко да то есть мне надо было конечно приближаться вот сюда но я как бы опять же могу попробовать чуть-чуть как бы расшириться ну то есть отойти ну сделать например вот так вот таким образом то есть я отошел там понятное дело вот эту штуку скопе вставить сделать таким же образом то есть переместить ее по нашему ребру то искать move и вот тут вот тут приехать вот сюда вот тогда ну и соответственно сказать давай-ка развернемся то есть опять же против часовой стрелки минус 90 вот так и сразу скопировать на другую сторону вот туда то есть вот ну попробовать так например сделать то есть вот это вот отключить вот у нас та же самая ситуация то есть кривые вот эти мы пока отправим в кривые вот прокатим это все так как мы и делали да то есть три профильных кривых и 1 то есть вот так и вот тут да то есть он там говорит давайте 6 ну давайте 6 здесь он сразу поставил блокаторы пока можно удалить бы они не сильно нужны вот и посмотреть вот у нас что получается какая замечательная вещь то есть от этой вещи вот от этой штуки она вообще отличная то есть от нее можно плясать я понимаю что она там отходит от того что говорится было да но я его слепила из того чтобы было как говорится в песне мы его лепим из того что есть вот но приблизительно как бы вот так да вот задняя часть у нас там как-то получается то есть мы бленды здесь еще рано делать здесь вообще еще все равно делать за все равно придется дальше двигаться продвигаться то есть смотреть и я вот хочу посмотреть каким чудесным образом будет двигаться моя поверхность если я скажу extend not merge то есть куда она уйдет как бы она хочет быть вот такой если она хочет быть вот такой то меня это вообще совершенно устраивает то есть почему меня это устраивает потому что я могу сделать третью степень вот здесь зацепиться так как надо то есть ну чтобы долго как бы не рассоливать до сказать вот эту часть то есть давай-ка ты отобразишь контрольные точки и вот тут не 6 на 3 а 3 на 3 вот так давайте сделаешь вот так вот поскольку у меня первая позиция вторая касательно это кривизна то дальше я попробую наверное скорее всего взять вот этот объект сказать ну кого так покрасьте вот и как ты там у нас идешь а он как бы идет плотнее то есть получается если взять халл и взять нормал да то халл вот этот можно подвинуть куда внутрь вот туда вот вот туда он и придет приблизительно вот наверное так то есть как бы кривизна там будет но он придет вот и мне кажется ну как бы я так думаю что вот эта часть она более ровней то есть она вот тут понятное дело будет от мыши отличаться но можно конечно ее опять же пробовать поставить там два на два и сделать более ближе вот к мыши но тут сделаю вот так то есть я вот эту часть продлю но я продляю ее пока что просто то чтобы посмотреть что тут получается на вот как бы вроде хорошая вроде нет то есть ее все равно придется подтягивать вот но она выгибается за счет мне не нравилось вот эта часть вот тут вот эта часть что она выгибается да поэтому вот она вот тут и вылезла то есть она тут вылезет однозначно но фактически фактически если мы вот тут ее чуть-чуть еще допродлим но я пока делаю это просто приблизительно то есть ну хочу посмотреть сильно я не буду это делать ну вот так у меня остались там вот эти кривые да я скажу давайте-ка мы попробуем проверить то есть проверить чем переключимся вот так у нас есть вот эта кривая то есть если взять кривую вот это вот она вот это переключите сюда выключиться на я просто срежу на данный момент просто возьму срежу то есть по игреку пускай будет опять же это просто проверка то есть резать чем кривой оставить что вот это тип вот и посмотреть что будет да будет у нас вот такая вот часть вот и мы видим где она отклоняется то есть мы видим то есть мы как бы видим получается какую ситуацию у нас вот тут нужно уйти наружу то есть вытянуться наружу тогда она пойдет здесь внутрь вот она станет более адекватной формы либо это все потом ну как бы я бы все равно ну-ка я сделаю вот эту часть но опять же повторяюсь вот это сейчас идет просто проверка есть как бы посмотреть как это вообще будет и будет ли она вообще то есть вот так да и вот она там пытается сойтись но вот этот вариант не сильно хороший то есть ее бы конечно ее бы конечно еще завернуть но завернуть по вот этой части вот по вот этой но у меня она вот расширена если может быть ее соберу и до вот этого момента перестрою ну то есть как бы я могу сквер построить да там по вот этой сейчас и потом ним управлять вот но я хотел посмотреть как она вот она должна вообще сходиться вообще как бы вот где-то в точке вот скажем так она где-то в точке должна вот тут вот вообще просто сойтись да ну то есть если ее подравнивать под сам шлем то она должна пересечься и соответственно выглядеть более-менее адекватно но так то она по всем кривым выглядит нормально то есть я здесь ничего такого сложного не вижу вот но не нравится вот этот вариант по поводу вот тут не нравится то есть если взять серфайс вот эту на сказать зебра и вот это скрыть вот что не нравится вот вот она вылазит вот появилась то есть не очень она культурная не очень на хорошая ну как бы то есть получается я кривые вот эти вот все заберу перенесу вот сюда вот это пока удалю но мне как бы не нужно понятно дело там корректировать еще надо конечно хотелось бы сделать вот эту часть посмотреть то есть тут еще только взять скорее всего вот это и сделать hide and selected вот это попробовать поставить плач пресижен побольше вот так и попробовать включить вот так попробовать включить то есть вот тут посмотреть попробовать что не так то есть тут можно попробовать поставить побольше получается ну-ка то есть здесь найти бы найти бы по-быстрому ну сэмплы понятно то есть хотелось бы конечно посмотреть то есть но она опять же она вот срезанная ну-ка включим еще и вот эту то есть но вот тут вот тут да как бы вот этот прогиб он его надо наружу наверное скорее всего он идет внутрь вот ее тоже подровнять но опять же это вот этими придется манипулировать то есть лучше можно будет просто-напросто выдвинуть поверхность приоланить ее и вот тут вот манипулировать чтобы она вернулась на место ну как бы то есть я считаю вот таким образом по-другому как бы по-другому пока непонятно ну ладно пока индикаторы удалил локаторы вот эту часть уберу отображу это все но пока вот я остановился на таком моменте то есть тут уже тут уже дальше голова не варит отказывается вот ну ка то есть серфейс мы поставим вот так а мы же поставим ну может быть 0.9 то есть ну вот приблизительно то есть вот это можно сказать ему давай-ка покрасься вот так вот так да остальное можно конечно тут пробовать это смотреться таким вот замечательным образом но опять же я возьму вот это сделаю вот так уберу вот этот вот light но пока что у меня вот такое движение идет то есть там подправить желательно вот эти моменты то есть но но вот тут вот понятно вот оно отклоняется да то есть его как бы надо подвинуть еще внутрь то есть тут он показывает зеленый цвет но лучше конечно перепроверяться то есть но я бы как бы делал вот эту нижнюю часть именно вот так то есть это более мне кажется адекватней вот но остальное там понятно не сойдется но пусть себе не сходится то есть пока что человек муравей вот такой да я на этом наверно закончен так уже довольно много по времени то есть уже реально голова не соображает куда двигаться дальше в каком направлении ну как то дальше потихонечку можно будет продолжить с вот этим возиться но пока я считаю вот так я ссылку на сам саму модель вот эту повешенную грабкат это можно скачать и потихоньку пробовать мало ли тренироваться может кому-то действительно и нужно наверное на этом все